Вопрос к Вадиму. Спасибо. Разродились с несколькими проблемами. А вот Вадим, сейчас достаточно трендовая или модная такая традиция появилась на рынке, что некоторые участники начали заводить на рынок иностранные ценные бумаги. Вы говорите, альтернатив мало. Вот кто-то начинает, отдельные участники, начинают заводить иностранные ценные бумаги. Кто-то там чуть ли не акции Apple заводит, кто-то ETF заводит. На ваш взгляд, это интересно. Вы покупаете, вы уже там или вот что-то там не то? Можно? Мы еще не там, потому что враховывая наш профиль, наш аппетит до риска, мы пассажиры не первого вагона потяга, который едет в том направлении. Главное, чтобы совсем пассажиры. Да, мы десь там в остальных вагонах, мы ждем, пока инши, больше рискованные инвесторы, все равно коррегируют, развинут. Мы подивимемся, какая там ликвидность, какая дохидность, какая там співвідношение, риск-дохидность. И, власне, на сегодня это только первые так паростки, и там немае обсягов, широкие спреды. Мы не бачим там, скажем так, премии до ВДП. Якщо мы побачим там вартість, якщо мы побачим, что там есть суттєва премия до дохідностей ВДП, мы будем абсолютно дивитись и шукати дохідностей для наших учасників. Ну, в целом, вы поддерживаете эту идею, что надо скорее заводить сюда какие-то инструменты, или лучше, наоборот, давать возможность украинским инвесторам просто инвестировать за рубежом? Что кто-то заводит эти паперы на локальный рынок, значит, это кому-то нужно. Мы ищем кому. Да. И сколько есть интерес, это начинается, и должен быть доступ к инструментам зону. У нас на локальном рынке, так само и наразе у нас у инвесторів приватных и неприватных есть возможность инвестировать за кордон. Это будь-який метод, если он хороший, то он имеет право на жизнь. Дякую.